Новый универмаг обитателям села Корнилово нравился. Красивый, добротный, почти как в городе. Товаров, конечно, не бог весь сколько. Это и понятно, дефицит. Но кое-что все же было. Да и много ли селянину надо? Крусталь в серван поставить – это понятно. А пальто с норкой или перстень – это баловство. Вставай! Вставай! Чего спишь-то? А что ты чищишь? Спачка, спачка. Там райпу ограбили. Ну и бог с ним, там же народ собрался. Милиция собралась с ним ограбили. Чего кричите, не свет, не заряд? Народ собрался, милиция вынесла. А что случилось? Наши райпу ограбили. Наши райпу? Да. Народу собралась. Что вынесли-то? Пальто. Все вынесли. Пальто вынесли? Говорила, бери пальто. Свет по кожке. Ну кто ж знал-то, что его ограбили? Да пойди, не все вынесли. Говорят, все вынесли. Вы говорите на сигнализацию и все сдали. Вынесли из райпу только самые ценные вещи. Все изделия из золота, больше чем на тысячу рублей, три каракулевых шубы, меховые шапки, с семи пальто срезали норковые воротники. Кстати сказать, 90 рублей каждая шкурка. Да и так по мелочи, обувь да костюм. Итого ограбили районно-потребительское общество ни много ни мало на две с половиной тысячи рублей. Здравствуйте. Вы из Томска? Да, из Томска. Я тоже из Томска. Он в Крютке отдохнуть приехал. А что случилось? Ой, знаете, дело серьезное. Серьезное, да? Скажите, пожалуйста, говорят, много вещей украли. Да вроде бы так, вещи не украли, так что подороже. Ну, ладно бы украли бы, нагадили. Деревня есть деревня. Вы что, как нагадили? Взяли туфли новые, а в коробку нагадили. А дело действительно было серьезное. Сразу было понятно, что райпо ограбили умело. Несправную сигнализацию срезали так, что сработать она просто не успела. И никаких улик, никаких следов. Из города была высвана целая комиссия. Сергей Васильевич Филин работал следователем в Томском РУВД. И когда выяснилось, что дело об ограблении поручили ему, даже порадовался. Серьезное дело доверили. Но уже через несколько дней настроение изменилось. Да у меня у самого было подозрение, что это сторож. Потому что за 7 минут ограбили. Это ж каким профессионалом надо быть. Проверили, вроде все чисто. В общем, виснет дело. Что делать-то будем, Сергей Васильевич? Что делать-что делать? Работать надо. Виснет у него дело. Я пошел, Сергей Васильевич. Иди, иди. Неизвестно, сколько бы еще пришлось работать, если бы в дело не вмешался его величество случай. Кража? Где? Копылова? Магазин? А что за кража? Хорошо, еду. Эксперту только сообщите. Ограбить магазин в Копылово не успели. А какая падла? Воры заметили рабочие, возвращавшиеся со смены. Увидели, что кто-то крутится около привокзального магазина и окликнули. Тут и побежал. Гоняли вора по лесу полтора часа. Парень был в рыдке, однако местности как следует не знал. Сергей Приходько, подозреваемый в ограблении привокзального магазина, действительно был не местный. Родом западной Украины. Доказать вину Приходько было несложно. Свидетелей нашлось предостаточно. За попытку ограбления ему грозило до пяти лет. Но неожиданно в деле открылись новые подробности. Приходько, Сергей Иванович. Из управления пришла дактилоскопическая карта. А по ней выходило, что отпечатки пальцев принадлежат некоему Ивану Михальчику. Уже отбывавшему срок за кражу на Украину. Сергей же Приходько существовал. Более того, был одноклассником Михальчика. Правда, он утонул сразу после окончания школы. А чего мне шьёте? А чего мне шьёте? Первый джин доказательный. А нам ничего не надо показать. Погоди, стой. Погоди, стой. Погоди, стой. Погоди, стой. Я же чувствую сердечно. Ты знаешь, не сможешь. А ты что? Я ничего не скажу и подписывать не буду. А уже через сутки Михальчик попросил встречи с Филином и после недолгих переговоров сознался в ограблении Корниловского райпо. Рассказал также, что вещи и золото спрятал в камере хранения на вокзале. Причём абсолютно всё, так как сбыть награбленное он так и не успел. Конечно, сознался Михальчик в ограблении райпо далеко не из-за угрызений совести. Рассказать, где спрятал вещи, он согласился лишь при одном условии. Защищать на суде его будет один из лучших адвокатов в Томске. Заседание Томского районного народного суда объявляется открытым. Гастролеру Михальчику светило до десяти лет. Но решением суда он был приговорён лишь к пяти годам лишения свободы. Ибо были учтены сразу несколько смягчающих обстоятельств, которые суд не мог не учесть. Одна из них – сумма ущерба. В результате ограбления магазин потерпел ущерб в размере всего 130 рублей. «А как же две с половиной тысячи?» – спросите вы. «Какие две с половиной тысячи?» – ответят вам работники райпо. По результатам повторной экспертизы, которую составляли всё те же корниловские товароведы, вещи пришли в негодность и таким образом обесценились. Ограбление года неожиданно для Сергея Васильевича Фелина превратилось в рядовую кражу. «Испортились, говоришь? Это золотишко-то, норковые воротники. Наверняка, после всего этого, сами работники купили этот хлам за копейки». Догадливый. И после того, как дело Михальчика было закрыто, действительно было возбуждено новое дело, но уже на работников корниловского райпо. «Не удивлюсь, если Михальчик отделался всего лишь лёгким испугом?» «Нет, не скажи. Ты знаешь, пока шло следствие, из разных регионов Союза в Томск начали приходить запросы. Так вот, кстати, был один запрос из Москвы, где таким же почерком была срезана сигнализация и ограблена дача космонавта Гагарина. Гагарина? Да. Но это уже совсем другая история. Эта леденящая душу история произошла в начале обычной томской осени, когда квасом торговать уже перестали, и погода начала баловать стомячей дождями и ночными заморсками. Стоял сентябрь 1983 года. Жизнь Ивана Петровича Тапочкина уже давно поделилась на две неравные части. Основная постыла состояла из работы, воспитания дочери и сборов профсоюзных взносов. Одним словом, как у всех приличных людей, но это только будни. Выходные целиком и полностью принадлежали самому Ивану Петровичу и его большой любви к Мичуринскому участку. Бориса, а ты куда мою куртку делала? Я ее в стирку положила. А. Передальми неудобно. Прямо как бич. А не такая, что она и грязная, между боже. И что, на дачу в костюм что ехать? Галстук еще один, ну да. А ты не езжай. Можно одни выходные и дома, с семьей провести. Ничего там без тебя не развалится. Вон, Кузичкины, между прочим, опять в театр идут. А я уже забыла, когда свое вишневое платье надевала. Борис, закрой, а? Я уехал. Каждые выходные, с весны до поздней осени, Тапочкин отправлялся на остановку штурмовать автобус. Если удавалось забраться, то расплющенному среди корзин алюминиевых ведер и неспокойных пенсионеров, ему предстояло проделать путь примерно в 10 километров. В деревню, в клушь, на дачу. Здравствуйте, Петр. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, да, что я в последний раз нынче. Да, ну да, ага, Лариса, видишь, ты приедешь? Да я ее на хозяйстве в городе оставил. Здесь у Ивана Петровича начиналась совсем другая жизнь. И в этой жизни не было места проблемам с квартальными отчетами, четвертными тройками дочери и сломанным пылесосом. Здесь все было проще и понятнее. Весной посеял, осенью собрал. В душу, мать твою, залезли. Иди, твою. Я же транзист расставил. Крепких выражений Иван Петрович не любил и на производстве морщился, когда слышал таковые. Но это был иной случай. Его кровиночку, любимицу дачку, вора поганил, как монгола татарская ига. Заготовки! Следы невиданного кощунства были, как говорится, налицо. Алена Олеговна! Да, 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 Иван Петрович. Тузик, уйди. Что случилось? Вы сразу же не видели? Не, не видала. А что? Залезли ко мне. Да вы что? Много взяли? Да я еще не все осмотрел. Ну, вроде бы ничего. Ну, кровать перешерудили, что-то натоптали. Яблок нарвали, редиску забрали. Вод купили! На столе стоит. Ой-ой-ой. Я вам так скажу. Свои. Свои, Иван Петрович. Вон, у Караваевых умывальник пропал, у Шемякиных через неделю появился. Купили, говорят. Как же, купят они, ага. Свои-свои. А я, нет, ничего не видела. Я тут с утра, а что, господи, в городе копаются? Сторож, ну что, а? Однако попытки найти блудного Цербера Иннокентича оказались безуспешны. Временно арендовав дачу профессора Гайдукова, Иннокентич предавался пикурейству. Как то. Вкушал вместо опостылившего яблочного по 95 копеек ароматные три семерки, закусывал ранетом и распевал патриотические песни из сборника «Роль рабочей песни в революционном движении». У нас девиз короткий и прямой Победу в спорте честно добывать В следующие выходные Иван Петрович издерганный за неделю начальством и тяжелыми думами с болью в душе отправил свою благоверную на охрану и оборону любимого гнездышка. Сам он поехать, увы, не мог. Солнышко, я сегодня за ночь, а че, закончу и утречком прямо к тебе и приеду, приеду, приеду. А может, и я завтра? Ну, здрасте. Они же за ночь... Завтра тысячу раз заберутся. А если что, беги к участковому или к Иннокентичу. А если они ночью ворвутся? А ты топор возьми и свет не выключай. Такая перспектива Ларису Валерьевну не прельщала. Но уважение и любовь к мужу пересилили природную пугливость. И, скрипя сердце, она отправилась караулить в собственность. Честно говоря, ей и раньше не нравилось бывать на дачу осенью. Пусто и делать нечего. Но то, что она обнаружила, повергло ее в шок. Неубранные останки пиршества. Кофточка. Кстати, пахнущая новомодными духами те-то те советско-французского производства по 15 рублей за флакон. И, что самое ужасное, резиновое изделие номер два. Все это говорило о моральном падении супруга и стремительно надвигающемся разводе. Только не ври мне. Скажи мне, как женщина женщине? Ты ее видела? Кого? Я, Иван Сетрович, уже говорила. Вот умывальник караваевский, это свои. Вот как пить, да, это свои. Часлотин говорит. Какой умывальник? Он с ней сюда среди недели приезжал? Кто? С кем приезжал-то? Ларис, ты чего? Чего? Про кого? Да так, не с кем. С кем приезжал-то? Ну да, ну да. Прибывший наутро Иван Петрович сгущавшийся тучи мгновенно развел руками. Присек карибский крест к самому его зародышу. Это что? Вот это вот чье? Это чье? Я тебя зачем сюда послал, а? Чтоб ты охранял? Она мне компромассы забирает, а? Не знаю, не твое. Ну, соседка вон, за дровами ходила, обронила. Что еще? Иди сюда. Иди, иди, иди. Посмотри на это. Видишь, да? А теперь вот на это посмотри, а? А, да ты думаешь, что ты говоришь. Кражи в дачном кооперативе не были редкостью. В принципе, участковый Масленкин уже привык к тому, что в правление периодически прибегали заполошенные мичуринцы с требованием разыскать и непременно вернуть пропавший приемник, мангал или электрический самовар. Но такого заявления в практике Григория Масленкина еще не было. У нас вон на участке и даже домике. Уже вторую неделю кто-то бывает. Но ничего же не пропало. Вы нас что, за идиотов держите? Что значит ничего не пропало? Между прочим, я за свой участок взносы плачу. А вот за что получает ваш сторож зарплату, непонятно. Ну и чего от меня хотите? Мы требуем, чтобы вы поймали этих хулиганов. Нужно патрулировать участки. На них нужно засаду устроить. Отправляться в ночной патруль, а уж тем более устраивать засаду, было по большому счету глупо. Но сторож Накетич наотрез отказался нести в одиночку ночную вахту, сославшись на то, что один в поле не воин. А вредные дачники обещали нажаловаться в управление. Участковому Масленкину пришлось покориться, хотя впоследствии оказалось не зря. И Накетич был прекрасным собеседником. Ну, еще по одной и все. Не, Накетич, я больше не могу, все, хватит. Ну а кто может? Сказано ж по одной. Ну если так, да, давай. Настя, что ты тут делаешь? Да вот, мама уснула, а мне чего это не спится. Решила посмотреть. Как вы тут? Да смотрю, ничего. Пьете, да? Да нет, так мы греемся. Вот, Павел Анатольевич, знакомьтесь. Моя невеста Настя. Да ладно, вы греетесь? Наливаете, что ли? Ну я, это, пойду на редисочки наберем. Почтенный сторож был человеком с понятием, дело, конечно, молодое, поэтому решил остаться в научном наблюдении. Естественно, из рапорта Масленкина и лопотания Накетича, мол, коварные пришельцы проявили дьявольскую изворотливость и не попали в засаду, Ивану Петровичу легче не стало. Правда, транзисторы дрели он своевременно увез домой. Но сама мысль, что кто-то обитает в его доме, была невыносима. Я тихонько под вечер приду и притаясь. Вань, да бог с ней с этой дачей. Тоже мне. В следствие идут на ноги. Еще инвалидом сделают. А это что? Как? Свистну? Стоять, милиция! Опергруппа! Заходи справа! Вечерком забравшись на участок со стороны соседей, Иван Петрович, не зажигая света, стал поджидать. Мысль о том, что оккупантов может быть несколько, тревожила. Но он гнал страх, уверенный, что его план психологически выверен. Когда же в ограде послышались шаги, по телу Тапочкина прошел лозноб. Стой! Опергруппа! Вы окружены! Я майор на заларе! Петрович, вы че? 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 Где майор? Где майор? А, Андрей, это вы? А я думал, грабители. Да ну какие грабители? Откуда здесь взяться? А вы чего здесь? Ну так, это, ловлю. А вы? А я думал, дай-дай к Петровичу зайду, пробжу его. Вы же заявляли. Так, а может, Андрей, мы похороняем, а? Да ну, идите-ка спать, а я на обратный пути зайду к вам. Из бессвязного бормотания Иннокентича Иван Петрович узнал, что на медне в его доме снова горел свет. Но Иннокентич ворога не повязал. По той причине, что был один, и у него грыжа. А за копейки, на которые ящик Кавказа не купишь, он погибать не намерен. Мне еще пока себя немного жалко. Я ее продам. Я ее точно продам. Ну ведь не крадут ничего. Сказал, продам. Я не могу жить там. Не могу жить там, где не пол как будто, а душу сапогами истоптали. Полный праведного негодования Иван Петрович решил закрыть дачный сезон окончательно и бесповоротно. Коллега по работе, имеющий личное авто и виды на дачный домик, с радостью взялся помочь вывезти оставшиеся вещи. Семенович, ну я сейчас махал. Здесь вещичек всего ничего. 5-10 минут буквально и все. Однако ушлому коллеге так и пришлось. Уехать в город ни с чем. Спасибо за приют. Мы уже поженились. Кхе. Здравствуй. Иван Петрович остался жить на своей даче. А Масленкин перевелся в город. Через 9 месяцев у Масленкина и Насти родилась дочь. Он предлагал назвать ее Шольцей, но Настя настояла на Маше. А Иннокентич до сих пор поет. А Аликина, есть одна награда свет. Кхе. 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 Кхе.